Более 20 человек ранены в результате российских обстрелов Харьковской области. В самом городе удару подвергся многоэтажный жилой дом. Президент Грузии не признает результаты парламентских выборов и призывает несогласных на акцию протеста. Правящая партия набирает 53,93% голосов. Президент Египта предложил заключить двухдневное перемирие между Израилем и Хамас, в течение которого будут освобождены четверо заложников. Немедленного ответа не последовало. По меньшей мере 6 человек ранены в результате российского авиаудара по жилому дому в Харькове. В ночь на понедельник, по словам мэра города, разрушены три квартиры на верхних этажах. Аварийные бригады продолжают спасательную операцию. Всего в результате российских обстрелов Харьковской области пострадал 21 человек, в том числе пятеро детей. В районе Купенска 50 человек эвакуированы из-за усилившихся российских обстрелов. Украинские беспилотники, между тем, атаковали два предприятия в Воронежской области. По данным местных властей, два человека получили ранения. Пожар охватил несколько зданий. По данным российских телеграм-каналов, речь идет о спиртзаводах. В Минобороны России при этом заявили, что в ночь на понедельник над российскими регионами сбили более 20 беспилотников. На этом фоне республиканский кандидат вице-президента США Джей Ди Венц в воскресном телешоу заявил, что общаться с Москвой как с врагом контрпродуктивно. Хотя я отметил, что Россия сейчас является противником Соединенных Штатов. Генсекретарь НАТО Марк Рюта официально подтвердил присутствие солдат Северной Кореи в Курской области России. Заявление Рюта прозвучало на пресс-конференции после встречи представителей НАТО с руководством спецслужб Южной Кореи. По мнению Рюты, развертывание северокорейских войск в Курской области – признак растущего отчаяния президента Владимира. На прошлой неделе украинские спецслужбы заявили, что в Россию было переброшено порядка 12 тысяч военнослужащих из КНДР. Ранее Европейский союз предостерег Пхеньян от участия в войне России против Украины. Результаты президентских выборов в США повлияют на исход войны в Украине, как следствие, на безопасность Европейского Союза, утверждают эксперты. Ранее Дональд Трамп не раз заявлял, что сможет добиться мирного соглашения между Киевом и Москвой за 24 часа. Но в ходе предвыборной кампании его риторика была во многом изоляционистской. И возвращение миллиардера в Белый дом, по мнению наблюдателей, будет означать, что бремя военной поддержки Украины придется взять на себя Европе. Кандидат от демократов, действующий вице-президент, напротив, выразила твердую поддержку Украине. Камала Харрис подчеркивает, что хочет сохранить европейскую архитектуру безопасности. Но и от нее политологи ожидают, по крайней мере, сокращения помощи. Я думаю, что, даже если Харрис победит, она будет сказать европейской архитектуру, что это ваша проблема в конце, и вы должны отмечать повреждение, что милитарно поддерживая Украину. Но я думаю, что Харрис будет оставаться время. Она будет делать так. Европейскому Союзу по этим причинам придется пересматривать свои приоритеты и стратегию в отношении Украины. Возможно, целиком, поскольку и внутри ЕС раздаются голоса скептиков. Вопрос в том, что, в конце концов, наша стратегия. В последний Европейский Союз сказал, что мы поддержим Украину, как долго это будет, как интенсивно, как это будет, до того, чтобы избирать всех своих территорий. Но мы должны ли наши милитарные и политические лидеры действительно верить в это? Если так, они должны дать много больше армей и аммуницией. Но если они не верят в это, то они должны решить, что это вторая лучшая опция, или что-то не плохая, но и что-то реакция, что-то реакция. В руководстве ЕС уже не раз заявляли о том, что в области обороны и безопасности континенту следует больше полагаться на собственные силы. Похоже, выборы в США, каков бы ни был их исход, подтвердят правильность такого курса. Президент Грузии не признает результаты парламентских выборов, состоявшихся в выходные, на которых, по данным избирательной комиссии, победила правящая партия. Об этом Саламай Зорубишвили заявила в воскресенье в Тбилиси, выступив вместе с лидерами оппозиции. «Мы стали не просто свидетелями, но и жертвами того, что можно охарактеризовать как российскую спецоперацию, новую форму гибридной войны, развязанную против нашего народа», — заявила Зорубишвили, призвав всех несогласных собраться в понедельник вечером на столичном проспекте Руставели. По данным подсчёта 100% бюллетеней Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта» набирает 53,93% голосов. Накануне наблюдатели от ОБСЕ заявили, что хотя кандидаты могли свободно проводить предвыборную кампанию, парламентские выборы в Грузии были омрачены укоренившейся поляризацией, вызывающей раскол предвыборной риторикой и широко распространёнными сообщениями о давлении на избирателей. Президент Египта предложил заключить двудневное перемирие между Израилем и Хамас, в течение которого будут освобождены четверо удерживаемых в Газе заложников. Принимая в Каире президента Алджира, Абдель-Фаттах Ассиси заявил, что предложение также включает в себя освобождение палестинских заключённых и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Немедленного ответа от Израиля и Хамас не последовало, поскольку в ближайшее время должны состояться переговоры в Катаре. Куда в воскресенье отправился глава израильского МОСАДА и руководитель ЦРУ. В воскресенье 11 человек погибли в результате израильского удара по школе, ставшей убежищем для вынужденных переселенцев в лагере ШАТИ. На севере Газы, заявил представитель Министерства здравоохранения сектора. Погибшие, по словам директора службы скорой помощи, были доставлены в больницы Ашифа и Аляхли. Большинство из них – женщины и дети, многие в тяжёлом состоянии. Оппозиционная социал-демократическая партия Литвы одержала победу в прошедшем воскресенье втором туре парламентских выборов. По данным ЦИК, социал-демократы во главе с Вилей Блинкевичем могут рассчитывать на 52 кресла в 141-м местном парламенте с ЕМИ. Второй идёт правящая партия «Союз Отечества христианские демократы», получающая 28 мандатов. Жёсткие меры по борьбе с COVID-19 во время пандемии, политические скандалы и приток мигрантов из соседней Беларуси нанесли ущерб популярности правительства премьер-министра Габриэлюса Лансбергеса. Он уже поздравил социал-демократов с победой. Голосование в Литве, граничащей с Россией, на Западе и с Беларусью на Востоке, проходило на фоне опасений по поводу намерений Кремля, ведущего войну в Украине. Несмотря на возможность сдвиг влево, существенных изменений во внешней политике Литвы не предвидится. Социал-демократы в целом поддерживают продолжение помощи Украине и сохранение расходов на оборону на уровне выше 3% ВВП. Прозападная правоцентристская коалиция партии ГЕРБ, бывшего премьер-министра Бойко Борисова и Союза демократических сил, практически победила на прошедших воскресенье досрочных парламентских выборах в Болгарии. На втором месте реформистская партия «Продолжаем перемены». На третьем – пророссийской националистической партии евроскептиков «Возрождение». Окончательно официальные результаты будут объявлены позже, но по данным на понедельник Борисов получит мандат на формирование своего четвертого кабинета министров. Найти союздников для создания правящей коалиции в раздробленном парламенте ему будет непросто. Усталость избирателей и разочарование в политиках создали среду, в которой радикальные голоса, поддерживаемые широко распространенной российской дезинформацией, подрывают общественную поддержку демократического процесса и повышают популярность пророссийских и крайне правых групп. На последнем голосовании в июне явного победителя не было, и сформировать жизнеспособную коалицию не удалось. Премьер-министры Индии Нарендра Моди и Испании Педро Санчес торжественно открыли первый индийский частный военный авиазавод. Комплекс в штате Гуджарад, возведенный за два года, будет заниматься окончательной сборкой военно-транспортных самолетов Airbus испанской конструкции. Стоимость сделки составляет 2,5 миллиарда долларов. Индия намерена с помощью частного сектора расширять возможности своей аэрокосмической промышленности. Нарендра Моди выразил надежду на то, что, к примеру, Испании последуют и другие зарубежные инвесторы. Фотографии Эстер Хорват, представленные на выставке в Будапеште, были сделаны в исследовательской деревне, которая считается эпицентром глобального потепления. Они показывают, что изменения климата не происходят в одночасье. Исследования, основанные на длительном наблюдении, изучении последствий, требуют труда и терпения. С 90-х годов все больше и больше женщин вовлекаются в эту работу. Фотографии Эстер Хорват, представленные инвесторы. Фотографии Эстер Хорват, представленные инвесторы. Эта часто ассоциируется с цифрами и научными отчетами. Но с помощью своих фотографий, Хорват хочет показать людей, стоящих за научными данными. Фотографии Эстер Хорват, представленные инвесторы, Среди прочих наград ее работы получили первую премию World Press Photo и премию National Geographic Wayfinder Award. Фотографии ночной звезды Арктики можно увидеть в центре Роберта Капы в Будапеште с 25 октября по 31 января.